Когда Валентинка вошла в овчарник, овцы шарахнулись от нее в дальний угол. Они испугались Валентинки, а Валентинка испугалась их и остановилась у порога. За высокой перегородкой стоял светло-желтый бычок. Он нетерпеливо совался мордой в щели перегородки и коротко мукал, вернее макал. «Ма! Ма!» Валентинка подошла к нему, и сердце у нее растаяло. «О, какой хорошенький! О, какой миленький! И ножки белые, как в чулочках! А мордочка, а глазки черные, как черносливы!» Валентинка открыла дверцу, но не успела она войти за перегородку, как бычок отпихнул ее, выскочил оттуда, бросился к подейке и тут же опрокинул ее. Теплое пойло зажурчало сквозь подстилку. Валентинка в ужасе подхватила бадью, но там было пусто. Бычок сердито стучал в дно бадьи и облизывал крошки жмыха со стенок. Но пойла не было. И он принялся орать во весь голос. «Противный!» — чуть не плача крикнула Валентинка. «И пролил все! И сам выскочил! Иди обратно! Иди!» Но бычок не собирался лезть обратно. Он принялся скакать и бегать по тесному овчарнику. Овцы бросались от него, чуть не на стены прыгали. А ему это, как видно, очень нравилось. Он фыркал, макал и подпрыгивал на всех своих четырех белых ногах. Валентинка вышла из овчарника, села на приступку и расплакалась. «Уйду отсюда!» — повторяла она. «Все равно уйду! Мне все равно! Пусть лучше уж в лесу замерзну!» Наплакавшись, Валентинка вошла в избу. На столе уже дымилась горячая картошка. Груша заметала шесток. «Ну что, напоила?» — спросила она. «Нет!» — ответила Валентинка. «Как нет? А пойла где?» Он пролил. «Ой! Но ничего-то она не умеет! Ничего-то она не может! Вот уж барню привели к нам! Правду тетка Марья говорила!» «Зачем сказала-то?» — шепнула Валентинке Таиска. Она бы не узнала ничего. «А бычок как же! Голодно будет целый день, да?» «Ну и что ж! А вось не околел бы!» «У таких хозяев, как ты, пожалуй, и околел бы!» — вдруг сказал дед. Он стоял за дверью в горнице, вытирал полотенцем руки и слышал их разговор. «Скотину любить надо, жалеть! Вот, видишь, городская! А и то жалеет! А тебе? Ну и что ж! Сделай аграфена пойла, да снеси сама!» Груша поворчала, но пойла отнесла. Все обошлось.